Система управления эффективностью не во всех корпоративных культурах приживается, но если мы ее внедрили вот в полном варианте, то она сама по себе является мощным толчком к переходу в новую корпоративную культуру. Я вам очень кратко расскажу эволюции корпоративных культуру, спиральная динамика. Грейвс ее основатель, Донбек ее переложил, это сейчас самая современная типология корпоративных культур, которая вообще используется в бизнесе на сегодняшний день. В чем суть? Человек развивается последовательно, проходя несколько жизненных ценностных состояний, то есть ведущие ценности у нас с вами на каждом этапе жизни разные, да, и мы развиваемся, потому что мы переходим от одного ценностного состояния в другое. И компании тоже, развиваясь, переходят на новые ценностные, к новым ценностям. Почему они переходят к новым ценностям? Потому что либо изменились ценности топ-менеджмента, пришла команда топ-менеджеров с новыми ценностями, либо внешняя среда таким образом стимулирует компанию, что она вынуждена, чтобы выжить, внедрять новые ценности. То есть, либо внешняя среда стимулирует, либо сами люди, которые поменялись в компании. В спиральной динамике предполагается для каждого ценностного состояния, каждой корпоративной культуры есть свой цвет. Ценности более ранней культуры не отмирают полностью, отстаются жить в фоновом состоянии, да, но вперед, на передний план выходят новые ценности. Культура выживания, основные ценности безопасность выживания, эти ценности, которые исповедуют большинство людей в компании. Соответственно, и люди туда подбираются с такими личностными ценностями. Культура принадлежности, ценности общность, команда, отношения личные, в том числе эмоциональные, доверительные. Культура силы, ценности власть, сила, автономия. Культура правил предполагает, что правила соблюдаются. Правила являются высшей ценностью, соблюдение правил является высшей ценностью. Культура успеха, основные ценности, рекорды, личные достижения, амбиции, да, но в отличие от культуры силы, здесь уже амбиции реализуются и достижения по правилам, потому что культура правил, она уже является фундаментом. Вот здесь вот эта волонтаристская культура. Я есть компания, да, вот по сути. Ну то есть самый сильный, он волонтаристки принимает решения, сам же их отменяет. Культура согласия, основные ценности, различия. Мы принимаем различия разных людей, в этом это хорошо, что мы разные. Диалог, договоренности, это классическая европейская культура. Вот в европейских компаниях, даже не в американских, в европейских компаниях, вот культура согласия. Ну и культура творчества, в бизнесе ни разу никто ее не видел, но как бы как ценность есть, да, в бизнесе, но есть организации не коммерческие, в которых эта культура присутствует. Новое, саморазвитие, например, я не знаю там, клуб по интересам какой-то. Система управления эффективностью — это инструмент перехода в культуру успеха, но с культурой правил. На самом деле в культуре выживания, ну, пример — это разрушающееся производство, да, где не платят зарплату. Понятно, что внедрять систему управления эффективностью нет никакого вообще смысла, и ресурсов на самом деле на это нет. Культура принадлежности. А вот здесь есть конфликт ценностей. Система управления эффективностью, базовые ценности. Увольняем неэффективных, мы их оцениваем и увольняем, они нам не нужны, рост не обеспечивают. Ценим человека за результат, перед каждым ставим сложные цели, платим всем только за достижения реальные, оцениваем только по результату. В принадлежности никого не увольняем, ну как это, это команда, это семья, мы вместе детей растим, на пикники ездим. Ценим человека за то, что он наш. Каждый делает столько, сколько может и умеет. Ну что с него спросить? Ну как бы что мог, кто сделал. При этом каждый и вкладывается много на самом деле, готов жертвовать личным ради интересов общего. Платим всем поровну, я же не могу Марию Ивановну обидеть. Как это? И оцениваем по личным качествам. Основное личное качество, по которым идет оценка? Родственные связи и лояльность, лояльность компании. Ну мы же понимаем, что это конфликтующие ценности. Если мы начинаем внедрять в культуре принадлежности систему управления эффективностью, может произойти две вещи. Первая вещь. Культура побеждает в 99% случаев. Это означает, что количество исключений в системе, ну то есть вот этого вообще-то надо уволить. Он в рейтинге результативности третий год подряд на последней строчке. Ну как же мы его уволим? Исключение из правила. Вот этому нужно заплатить премию, вот этому менеджеру по продажам, больше, чем остальным. Ну он вообще-то новичок, он работает всего два месяца. Что ж я вот этим стажистам буду платить меньше? Исключение. То есть количество исключений приводит к тому, что система разрушается, ну то есть не внедряется. Но в исключительных случаях бывает, что система управления эффективностью побеждает. Тогда это приводит к кризису культуры принадлежностей. По сути это приводит к тому, что команда распадается, уходит большинство людей, кроме того, кто эту систему внедрял, и приходят новые люди. Это бывает крайне-крайне редко. Обычно в этом варианте вот этот исход. Культура силы. Тоже конфликт ценностей. Культура силы. Увольняем врагов. Причем врагами может считаться сотрудники соседнего департамента. То есть это культура, где строятся удельные княжества, где все друг друга перетягивают одеяло власти внутри компании, постоянно соревнуются. Это, с одной стороны, очень энергичная культура, с другой стороны, очень конфликтная. Компанию внутри разъярает. Ну, пример. Друзья делят первые заработанные деньги. Три основателя, три собственника заработали, наконец, очень много денег. Не просто в развитии, а можно их из бизнеса вынуть как-то. И вот на этом начинают компанию разрывать. Ценим человека за то, что он наш. Ну, наш имеется в виду, он мне лоялен. Каждый делает то, что может, причем немедленно. Платим всем столько, сколько решит шеф. Да, вот он каждый месяц садится. Ну, вот этот молодец, а этот не молодец. С этому премию, это не премию. Почему? Потому что я так решил. Ну, а шеф уценивает по субъективным качествам. В худшем случае нравится, не нравится. В лучшем есть какие-то параметры. Да, ну, там, лояльность, профессионализм. Ну, тем не менее. Тоже есть два исхода. Культура может победить. И чаще всего именно это происходит. Каким образом? Планы начинают произвольно меняться. Ну, то есть мы поставили целевые планки на квартал менеджерам. Платим премию при достижении объема продаж, там, миллион штук. Как только появляется небольшой шанс, вот яркий пример, небольшой шанс, вот план, достигнуть выполнения плана, план что? Тут же меняется. Да, ну, то есть шансов нет, особенно никогда ни у кого. То есть как только тут же, причем неважно, в середине это квартала или за пять дней до выплаты премии, обратным числом. Произвольные премии, вроде бы всем платим за результат, но вот этому еще выпиши премию от меня, а вот этому все-таки урежь, он мне не нравится. КПЭ меняем, как хотим, сами показатели. Планы недостижимые. Ну, в общем, система, как бы она вроде бы есть, вроде бы работает, но она в искаженном виде, потому что все время мы нарушаем созданные нами правила. Система может победить в редких очень случаях. В том случае, когда руководители давно живут в культуре силы, и они устали от внутренней борьбы друг с другом, они эмоционально истощились. Либо в том случае, когда вот эта внутренняя борьба начинает приводить к тому, что конкуренты у тебя начинают откусывать кусок. То есть ты силы, как компания тратит силы на внутреннюю борьбу, теряет свои рыночные позиции, и это несколько начинает отрезвлять менеджеров. В этом случае руководители начинают сами предлагать и договариваться хоть о каких-то правилах. Ну, давайте платить премию по правилам, ну, давайте не менять целевые планки в конце квартала, потому что они сами от этого устали. В этом случае система просто помогает, система управления эффективностью, как любая другая система на данном этапе, просто помогает осознать необходимость хоть каких-то договоренностей и правил. любая система, в том числе система управления эффективностью. Но работать она еще не будет, конечно, в полном мере. Система управления в культуре правил. Тоже конфликт. Увольняем за нарушение дисциплины. Ну, так-то реально не увольняем вообще-то. Человек — это функция, его отдельная ценность — ноль. Это классическая компания, которая работает как швейцарские часы. Это, ну, мечта любого руководителя. Все, все знают, работают по полочкам, да. Чух-чух-чух-чух-чух. Каждый выполняет регламенты и должностные инструкции. Всем платим за ранг, ну, то есть за должность, которую он достиг, либо там за грейд, который достиг. Оценивает система, не люди оценивают эффективность, а система, обычно в этих компаниях отличная IT-система по формальным признакам. Стаж работы, количество там прогулов, инноваций и так далее. Здесь совсем про другое. Неэффективных вообще-то надо уволить, да, даже если они соблюдают правила и стандарты и приходят вовремя. Но вообще культура правил позволяет внедрить систему управления эффективностью, потому что внедрение любых системных инструментов возможно только, если есть фундамент в качестве ценности правил. Как это делается? Очень просто. Это классический кейс Сбербанка. Переход Сбербанка из культуры правил в культуру успеха. Это, ну, совершенно осознаваемая цель, которую Греф перед собой ставил. Каким образом внедрить систему управления эффективностью? Как, чтобы она заработала? В культуре правил. Внедрение любого инструмента возможно только с опорой на действующие ценности. Как это сделать? Надо прописать дотошный регламент по поводу системы управления эффективностью. Кто, когда и как должен ставить цели? Кто, когда и как должен их оценивать? Как выставлять целевые планки? Где это всё отмечать? Когда проводить беседы с подчинёнными? Если ты это прописал и выдал менеджерам в культуре правил, они будут это исполнять. Мы внедряем этот инструмент с опорой на действующие ценности. Постепенно люди, освоив этот инструмент, начнут не просто его исполнять, а уже мотивироваться на достижения. Плюс приходят новые люди с другими ценностями. Но по-другому никак. Надо их прописать, эти правила. Тогда они будут действовать. Но по сути, реальное внедрение системы управления эффективностью работающей приводит к смерти культуры правил, и компания переходит к культуре успеха. Культура успеха — это прямо вот инструмент из этой культуры. Мне перестали давать отдельное поручение. Ура! Меня не дёргают каждый день. Микро-менеджмент, наконец. Всё. Передо мной ставили долгосрочные цели. Я теперь понимаю, зачем я к серию по 20 листов на принтере каждый день. Цели выглядят сложными, но достижимыми. Я сам должен решить, как я буду их выполнять. Все вокруг восхищаются достижениями, личными, в том числе командными. Всё растёт как на дрожжах. Это культура роста, амбиции. Я должен расти быстрее всех. Но на самом деле в культуре успеха компания может жить годами, десятилетиями очень долго. И это самая желаемая на сегодняшний день корпоративная культура для любой российской компании, которая работает в конкурентной среде. Культура согласия. В культуре согласия система управления эффективностью становится фоновым инструментом. Она предполагает, что там очень много дискуссий, мозговых штормов, поиска лучшего варианта, договорённости. Мы не будем этого делать, пока все, кто участвует в этом, не убедили друг друга, не договорились друг с другом, что да, это важно, это всех устраивает. В этой ситуации в системе появляется вместо индивидуальных целей очень много проектных и коллективных КПЭ. То есть вместо личных КПЭ большую долю в системе примирования занимают командные КПЭ. КПЭ на уровне компании, отдела личных КПЭ практически нет. Дополняется КПЭ компетенциями. Вот здесь вот однозначно компании в систему управления эффективностью вводят оценку по компетенциям, потому что рост уже возможен за счёт прироста самих людей. Очень много появляется качественных целей, не только количественных, связанных с ростом, с объёмом и так далее. Ну, в общем, каждой культуре соответствует как свой стиль менеджмента. В этих двух культурах персональный менеджер, менеджмент, организация – это я. Что в культуре принадлежности, что в культуре силе. Я определяю контур организации. Культура, правила культуры успеха – это регулярный менеджмент, организация – это швейцарские часы. Культура согласия, культура творчества, организация – это живой организм, это навыки фасилитации совещаний, это коучинговый подход в развитии. Ну и свои инструменты управления каждой культуре соответствуют. Культура, система управления эффективностью – это инструмент культуры успеха или инструмент перехода с культуры правил на культуру успеха. Вот на этом этапе её внедрять нужно и можно. На этих этапах вероятность внедрения крайне мала. Культура Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok